Всем привет! Сегодня я решил установить Windows Millennium на второй Pentium. И для начала нам надо покопаться в биосе. Понять вообще, определяется ли наша ххддовина. Ага, у нас 97-й год стоит, окей. Давайте поставим наш крутой хайповый. А как менять? PageUp, PageDown? Ага, ооо, всё, я уже прошаренный. А, тут справа снизу ещё об этом написано. 4 августа, 12.50. Отсюда мы выходим. Enter! Всё, иди. Так. Блин, а что это? Оно не определяется, что ли? CISCI, ага. Здесь ничего интересного. Здесь у нас тоже ничего интересного. Второй Pentium это, в принципе, стандартный такой процессор для Windows Millennium. Ой-ёй. Зря я сюда полез. так как ребута все нет у нас никакого пароля на к супервизоре не знаю что такое супервизор понятия не имею а блин а я же я же на строки биоса не сохранил а углу она сохранилась так я по всем вообще разделом лажу так давайте глянем запустится ли у нас вообще хоть что-то дискету я не вставил я чуть не разобрался как это сделать так наблюдаем внимательно так 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 а есть 4295 мегабайт есть и сесть так и у нас ничего не запустилась ой а то есть атака значит окей бутаемся заново это довольно неторопливо но это хотя бы второй pentium на 450 мегагерц между прочим поэтому здесь очень круто я думаю если постараться можно было бы и какую-нибудь икспешку установить так нам нужно в bios фичурс да си а нам нужно с айны о сидером о идеально чётенько escape f10 y yes все погнали анти подождите а а миллионем без без доса вообще ставится 95 например не ставится поэтому нам бы нам бы надо без доса есть да есть же ребята будут пром сидером конечно так а чё у меня английская винда что ли миллиниум блин я миллиниум последний раз ставил году 20 до в двадцатом году я ставил последний раз добро пожаловать программу установки программа установки подготавливает компьютер к запуску windows me чтобы начать установку нажмите клавишу enter ok перед установкой windows иногда целесообразно провести архивацию файлов с диска для этого нажмите клавишу f3 и воспользуйтесь программой архивации ухты интересно в общем что у меня появилась такая идея на втором пне эмулировать а потому что на виртуальной машине это все не интересно тот миллиниум он поставится за 2 секунды на моем андер райзен 5 5 там а шестого поколения а вот это вот это вот pentium 2 на 450 мегагерц это уже другое дело в целом по моему pentium 2 он такой типа рекомендуемый минимально рекомендуемый короче вот это именно процессор того времени вот поэтому я решил именно pentium 2 именно windows millenium потому что millenium она такая типа самая самая развитая система двухтысячного года как бы странно это не звучало конечно windows 2000 круче хотя она на год раньше вышла но неважно а windows millenium она именно самая последняя винда поколения 9x а после этого эту ветку забросили то есть это такая прям раритет для кого-то ностальгия для меня ностальгия это вообще минус 2000 я себе обожал двухтысячную винду ставить как вторую систему можно сказать на virtual box я прям на полном серьезе ставил двухтонную винду и сидел у ней в интернете качал какой-то там mozilla firefox какую-то оперу ставьте загрузочный диск windows me в дисковод а а я понял мне сейчас hard drive а по ходу надо будет грузиться видюха у нас кстати вуду не торопливо у нас она грузится конечно когда я эмулировал погнали press a key to reboot а нет не надо было хихихи я видимо затупил что от меня захотели ладно давайте еще раз диска загрузимся вдруг там диск записал какой-то временный файл и он сейчас начнет все процессы делать уже без этих диалогов может быть я же правильно думаю а да реально да так и оказалось в общем то у меня тогда был комп на md at one что-то там 64 плюс не 64 3000 плюс или как-то так он назывался процессор а 2 гига оперативы было там ddr1 и этот комп появился у нас семье в двухтысячном или 99 году то есть ним пользовалась моя сестра в первом классе и ну собственно моя мама тоже пользовалась ним и мне довелось ним попользоваться до года так восемнадцатого я обожал виртуалки ставить разные на нем не было понятное дело виртуализации ёмы как не торопливо идет форматирование диска однако на нем стояла windows xp до 2017 по моему и да на нем стояла зверь сиди 2010 по моему мне хорошо эта система запомнилась я ее ставил там еще типа было были обоины с пузиком каким-то женскими там еще капли воды типа и черная такая атмосфера типа было темно какая-то ночь и женская облитая водой пузика звучит как-то пошло но это обоина красивая была мне она нравилась это допомню я что-то обоины менял я поставил себе ту обоину а еще у нас в школьных компах ставили тоже звери это тоже были такие 4 на 3 моники какие-то пентиумы и на них тоже всегда ставили звери там была типа тема с xp то ли медиа-центр то ли рояль как она там называется такие холмы типа как windows xp только вот именно современная обоина 2005 года короче я на монтаже привожу и она тоже именно такую ностальгию прям вызывает так у нас дошло до конца форматирование диска кстати офигеть как повезло что millenium не ставится через dos потому что я с 95 виндой долго копался там надо приписывать f-диск что-то что-то еще что-то там надо было проделывать так сейчас программа с nokia перейдет общую проверку системы чё скандиск что ли реально скандиск боже я этот скандиск очень давно не видел офигеть чё еще на компах стоял о боже мой офигеть у меня мурашки по коже от этого инсталлятора ё-моё у меня жгло слезы пошли я в последний раз я наверное миллиниум ставил году девятнадцатом или двадцатом вот реально а блин это же миллениум сейчас у нас получается ключ продукта попросят окей программа установки windows millenium благодарим вас за выбор windows millenium edition продукта который сделает ваш компьютер более производительным надежным и управляемым а работа на нем более интересной при помощи windows millenium edition можно быстро подключиться к интернету ого работать с этой версии windows еще проще чем с предыдущими установка займет от 30 до 60 минут зависимости от быстродействия компьютера окей а пробел не работает идет поиск установленных компонентов действительно какие же у меня могут быть установленные компоненты на только что отформатированном диске хороший вопрос идет поиск свободного места на диске серьезно а я всегда выбираю выборочную это вообще балдеж я здесь короче есть лайфхак пробел 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 и у нас по идее выбираются максимальные пакеты я чё зря выделял 4 гига могу себе позволить да у нас даже 33 гигабайта субботных останутся погнали имя компьютера чё такое какое-то страшное имя давайте не понял подождите а что это такое я я же от 2 шифта а реально боже мой я плавлю погнали так белорусский македонские русский украинский македонский это что какой-то славянский что ли ага то есть то есть вот именно в русской в русской винде в приоритете не русская украинская какая-нибудь башкирская чувашская татарская еще какая-нибудь а вот именно македонская окей она еще и стоит выше чем русский и ладно выберите свою страну или регион сейчас я как выберу подождите а что а что в чем разница все я хочу северная корея давай так сша международная украинская русская македонская белорусская окей русская так часовой пояс ох ты ж блин сейчас я как найду где там канадский часовой пояс вот он сша канада это мой если после установки windows millenium edition возникнут неповадки при загрузке windows или программы установки можно использовать загрузочный диск чтобы загрузить блин я не успел прочитать я так и знал что этот делок быстро пройдет так а ключ у нас не попросили теперь имеются все необходимые данные для начала копирования файлов windows millenium edition чтобы посмотреть или изменить настройки нажмите кнопку назад чтобы приступить к копированию файл windows millenium edition нажмите кнопку готово блин кстати название такое прям пафосное типа windows millenium edition типа прям эдишен прям издание windows тысячелетние тысяч windows издание тысячелетий вот все вот так вот она называется у нас никакого шифта в 10 у нас тут понятное дело нет это windows 9x так о чем я говорил а да о компах у нас короче в классе когда я был в классе третьем или четвертом я же вообще единственный человек который задротил вот эти вот компы в инду системы и что-то был прикол какой-то с видео драйверами по итогу мне кажется у нас мы собирали школьные деньги с родителей на монитор и когда наша классуха подключала монитор компу у нас пропадал пропадало изображение на компе на мониторе основном и она появлялась именно на широкоформатном мониторе это смешно вот типа вытаскиваешь вга у тебя появляется изображение вставляешь вга у тебя пропадает изображение вот так вот а у себя на компе у меня на компе тоже было четыре на три разрешения я даже помню 1024 на 768 и характеристики я уже говорил я точно помнишь там была звуковуха sound blaster 16 которую я и в этот ком вставил на который сейчас миллениум ставлю и и чё там еще было интересного а ну там была клава с логотипом по моему 95 винды или xp шки я не помню клава очень старая была мышка была двухкнопочная обычно и примерно так я жил до 18 19 года до до 19 до 19 тогда до 2017 года я сидел на windows xp а уже в 2017 получается блин или 16 не в семнадцатом на ком поставили windows 7 потому что там что-то с интернетом случилось и конечно же среди крайне шарящих людей которые в переустановке системы драйверов не разбираются было проще просто снести и все нафиг вот был еще случай когда я лазил по обвизу чё-то по программам и я смотрю типа о крабик типа реалтек я офигел типа что за крабик что это за вирус такой я короче решил этого крабика удалить а потом в комбе пропал звук вот и я короче сестре потом еду говорю типа у меня звук пропал помоги я короче помню как мне стыдно было она типа гуглила и пропал там звук она короче помню поставила какой-то драйвер пак по моему и уже там поставила драйвера еще типа снимала галочки везде поставила чисто на звук вот и тогда звук вернулся и я потом такой типа спасибо я тогда понял все крабика удалять не надо крабик не злой и крабик хороший вот это мне тогда было по моему лет лет шесть или семь наверное наверное да это было наверное какой-то 2015 я тогда помню я еще яндекс браузером пользовался тогда блин он такой офигенный раньше был я пользовался яндекс браузером mozilla и оперой хромом я каждый раз там каждый месяц по браузерам скакал но прям очень часто больше всего я пользовался именно яндексом яндекс сам по себе самый офигенный был то есть он там предлагал блокировщик рекламы встроенный красивую прям экспресс панель по моему она так называлась магазин расширение из-под оперы по моему у него был если я не ошибаюсь и ничего не путаю да по моему это был опера магазин и chrome или или нет или тогда не было chrome магазина точно помню что опера из оперы точно брались раз расширение телега я тогда пользовался только на планшете на компе я пользовался вайбером этот ком такой проблемный был это пипец я кстати не помню что за видюха там было прямо слова совсем блин вот прям вообще но видюха там было ужасно то есть она даже на выдачу картинки не справлялась там короче в компе был такой прикол что когда ты там запускаешь какую-то программу тяжелую camtasia studio например или vegas типа во время редактирования видео там я ж типа ролики монтировал я еще тогда youtube канал вел по всяким ремиксом там аудио и чё-то я такой фигню раньше снимал это капец какой-то вот и что-то в камтазе я монтировал и он во время рендера ролика мог тупо зависнуть либо у него мог вообще раздвоится экран либо у него еще типа могло пропасть изображение потом она появлялась секунд через десять и писала что типа возникла проблема видеодрайвера поэтому он был перезапущен вот так вот и он еще такой звук типа выдавала типа изображение пропадала и звук такой был узнаете как будто какой-то пенки реально пенка просто такой типа а потом бац и изображение врубалось и типа а потом еще типа такой прям сок я прям я прям помню это был рай для ушей какой-то мне нравилось слушать этот звук то мне не нравилось когда я это происходило когда я рендерил ролик или когда я там редактировал ролик и самое главное что это происходило даже во время просмотра какое-нибудь видео на youtube максимальное разрешение по понятным причинам там было 480 пи и смотрел я как раз они ли нет 720 пи там или не до 720 пи там было максимальное разрешение по-моему на ю тубе но смотрел ролики я в 480 пи тогда был еще старый роутер но кстати с интернетом что-то вот я понял что проблема с собой не было но в один момент роутер у нас по-моему то ли сгорел то ли чё с ним произошло и мы перешли из какого-то там nn какого-то черного роутера на тп-линк уже вот из того тп-линка самого начала а нет не да на том тп-линке вы сидели и там было по-моему то ли 50 или 70 мегабит где-то так короче интернет был примерно мегабайт 8 или 7 в секунду вот и к чему я это а роль вообще мне кажется ролики грузились так себе вообще в принципе из-за процессора а а так в принципе ну 480 пи 360 пи я смотрел 60 кадров он вообще не вывозил знаете вот эти вот мемы чисто элита смотрит чисто 8 элита смотрит 480 пи это вот прям касалось меня реально то есть я и чисто проникся этими доисторическими технологиями и реально до вполне современного такого времени до девятнадцатого года к большому сожалению развитие флани железа остановилась у меня в 2000 году и сейчас я сижу с процессором 22 года с видюхой 21 и как-то я не знаю какой-то такой большой скачок получился с самого бедного компа до одного из таких крутых ноутбуков 22 года да интересно однако но вообще на самом-то деле доисторическое железо мне никак не мешало копаться в винде конечно мешало в плане того что ничего круче чем какая-нибудь семерка я поставить не мог потому что из-за отсутствия виртуализации windows 8 ставить нельзя было в принципе а виста у меня ставилось сутки прям без шуток я реально на ночь и ставлял комп потом опять на ночь и ставлю комп и вот так вот я кое-как ставил висту тогда еще была ошибка что комп не мог прогрузить контур вальд элит там какой-то интерфейс пользователя а вот всеми в как раз шестнадцатом семнадцатом году как я говорил поставили семерку и тогда камбок кстати в какой-то степени наверное даже лучше было потому что эта система непонятно сколько не сносилась наверное это понимаю годика в семь вот я тогда даже айра врубал потом я для себя открыл темы я себе в седьмой винде ставил тему экспишки а в качестве запуска как раз таки я себе ставил звук запуска и выключение windows millenium у я я даже ставил короче не просто запуск выключения а именно какой-то ремейк там прямо на пианино с какими-то крутыми синтезаторами я короче если найду то я вот где-то вставлю здесь вот и и тогда была тема экспишки звук запуска и выключение windows millenium а блин тогда так офигенно было я помню зимние каникулы они у нас поэтому с каждой с каждым годом все меньше и меньше на неделю становились я помню у нас зимние каникулы длились тогда по моему месяца полтора чё-то а я вспомнил тогда у нас какой-то вообще свинячий грипп был ну да ну да да это было 17 по моему год какой-то да у нас тогда инфекция какая-то гуляла по городу и я помню реально по моему у нас зимние каникулы по итогу так продлились недель 5 или 6 вот прям пипец как долго было я тогда еще помню сестра кучу кучу вкусных конфет купила кучу вкусных соков еще тогда собака у нас было блин тогда такое офигенное время было я помню елочку гирлянду а я сидел в час ночи на это доисторический ком ставил windows xp я вот так вот сидел час-два я на ютубе смотрел всяких кови фрэдж гриф о перезагрузка да ё-моё кого я еще смотрел позитивный лекс аида хелда д мастера короче я очень много майнкрафта смотрел вот from hard disk все давай эй давай я уже увидел логотипчик блин я обожал этот логотип так у нас все на английском ага логотип у нас промелькнул на секунду окей вау дизайн так у нас ставится какие-то драйвера вот это кстати будет офигенно если у нас на воду поставятся сами драйвера кстати мне буду посоветовал поставить подписчик потому что на воду легко найти драйвера на самом-то деле у меня должен был выйти ролик про установку windows 2000 по моему на аналог pentium 3 это типа был какой-то mendocino это что-то между вторым и третьим пнем но у меня там все очень фигово было а здесь я хотел поставить какой-то типа как pentium ой кажется я зря это сделал ой 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 отвисай не надо не надо зависать кстати блин мне это так напомнило я же говорил что у меня короче экран мог раздвоиться на том старом компе и о отвисло все супер все я не буду дышать лишний раз у меня короче комп всегда просто раза три или четыре в день тупо зависал то есть смотришь youtube он в один момент зависает и такой прям кряхтящий пердящий звук прям противный всегда был прям особенно стрёмно когда я был в наушниках а еще стрёмно я прям обсиралась именно от псода windows 7 ну я их спи соответственно у них псоды одинаковые вот типа тогда слетало разрешение тогда уезжала куда-то там направо картинка и там типа слева сверху снизу оставалось там где-то вот вот так вот так вот типа черного такого пространства а тут дальше типа псод и текст страшный в котором ничего не понимаешь потому что все на английском и там еще что-то про вирусы писали это вообще капец какой-то вот а windows 800 офигенный вообще прям и монтировать ролики на том копе было невозможно но вообще-то да youtube тоже был офигенный восемнадцатом году такая прям свобода на ютубе чувствуясь я еще помню я обожал смотреть ролики типа выбросил айфон в арбузе с десятого этажа или там что будет если разрезать железо раскаленным ножом типа знаете я обжал тогда мамикса смотреть сливки шоу кого там еще блин а я даже и не вспомню это так давно было на самом-то деле так кстати наш процесс установки должен подходить уже к концу а почему меня до сих пор ключ продукта не спросили это странно по идее меня сейчас должны попросить ключ продукта поэтому я сейчас открываю свой сайт на смартфоне конечно же чтобы приобрести ключ windows millenium а вы что подумали о вот а я не понял а мышка где мышка 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 ой-ой так я нажал на тап у меня раскладка переключилась окей макуа дари ютэ двадцать восемнадцать организация у нас будет организация под названием снив снив кто 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 поймет тот поймет так а мышка что ладно неважно ага это это я вам не покажу так завершение установки у нас мышка не заработала я надеюсь она заработает после перезагрузки иначе это будет файл века вообще если вдруг для вас будет удивлением но на самом-то деле так таковы были реалии прошлого века раньше на компах нужно было устанавливать драйвера на мышки типа знаете вот сейчас это вот просто вот обыденность такая ну в индей присутствует сотни драйверов на мышь причем универсальных и в целом таких типа на даже какие-то геймерские а раньше нужно было именно устанавливать дрова на мышь типа во времена девяносто пятой винды или девяносто восьмой это многие вообще без мышки же о мышка жила наконец-то фух блин я напугался что мне придется рискать дрова на мышь а я не знаю какая у меня мышь так ну ладно давай как-нибудь вот plugin play ставь но мышку не трогай окей мне было нормально ой фух все у нас устанавливаться панель управления windows производит установка компонентов понял кстати достаточно быстро я ожидал что у нас миллион будет ставиться часа два если честно но это кстати именно самый крутой второй пень именно именно 450 мегагерц здесь не там 300 не 250 а вот этот процесс о блин это же где-то барабанчик должен быть или или это 98 вообще кстати на самом-то деле 98 от миллениума не сильно это и отличается миллион просто стал папа богаче компонентами всякими обойными по моему кстати вообще в целом дизайн логотип миллениума очень красивый реально раньше с душой делали да и в целом миллениум прошлого века они миллионем этаж 2000 год точно 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 это чисто как виста реально семь лет шесть даже лет прошло вот вы представьте 2000 год вот сейчас я ставлю 2000 год вот такой вот дизайн и спустя всего лишь шесть лет выходит windows vista ой это повод задуматься microsoft с такими семимильными шагами раньше двигались прям офигеть как-то тогда общий ход выполнения у нас довольно сильно замедлился кажется ой самое самое легкое было позади обидно кстати что он она не говорит что именно происходит она просто говорит ход выполнения для компонента то есть мы не можем понять что за компонент происходит у нас сейчас что у нас обновляется что у нас устанавливается но как бы ладно но во всяком случае до завершения осталось 6 минут это радует и кстати этот таймер по итогу очень даже правдеподобный получился хотя я на самом-то деле никогда в эти таймеры не верил типа в том же vmware если ты ставишь windows xp то у тебя минута равна секунде если ты ставишь совместимость с двенадцатой vmware кай потому что если ставить на убогий семнадцатый или шестнадцатый vmware который работает всегда через одно место которое никак не может поставить драйвера на седьмой винду потому что она какого-то фига требует обновления хотя те драйвера вообще не нужно было трогать чтобы они продолжали работать и уже давно нужно разделить эти драйвера vmware чтобы были отдельно под xp отдельно под двухтысячную отдельно под миллениум отдельно под 9x отдельно под семерку отдельно под восьмерку ну ладно под семерку восьмерку одинаковые под какой-нибудь 95 98 миллинум тоже одинаковые но реально их нужно разделить потому что семерка требует обнов виртуал боксе вообще винда может померять в любой момент вот линукс хорошо в виртуал боксе ставить линуксоиды виртуал бокс написали линукс на виртуал боксе открывать я офигенно а вот в мвр раньше был офигенной программой а сейчас чё-то как-то непонятно типа 10-11 вроде нормально а вот старая система дал даже если так подумать даже двухтысячную или xp лучше ставить чем семерку потому что на семерке дрова не ставится без обнов я успел побеситься у нас до сих пор идет установка компонентов о наконец-то меньше минуты ухты как формально с маленькой буквы еще ухты тут тут кубик до конца не дошел могли бы по красоте сделать ну блин почему такое название пафосное почему эдишн почему не просто windows миллениум хотя вообще говорят windows м.е. оно и здесь windows м.е. оно и много где windows м.е. так но это у нас конфигурация системы мне кажется это сейчас будет последний компонент а офигеть я угадал у меня пробел всегда со второго раза жмется я не знаю почему так кстати у меня пропала ошибка с флоповодом по ходу а ну да реально повезло надо будет вообще сидюшник вытащить нам он уже не нужен кстати у майкрософта вот такие диалоги привычкой не переводить windows vista когда ты устанавливаешь ой стоп а как а какой у меня что что я сделал ладно я хочу барабанщики увидеть эти барабанщики увидеть барабанщики ура о чем я хотел сказать а да короче вести когда ставишь винду и доходишь до до чего а до перед завершение установки по моему то ли после завершения установки типа последнего этапа в инсталляторе там короче в русском в русской вести вылезает просто опять точек типа 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 а в английская но обновляет конфигурацию оборудование по моему и типа в русской винде просто текст пропал просто вот улетучился испарился вот и его не сделали а мы услышим звук или мне надо будет ставить дрова на сон бластер и и что-то он делает что-то серьезно и тишина о что-то происходит так ну ага звук 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 да ну офигеть а где а где звук этого ммс сипел хаму мили не умер вот это а тут же по умолчанию нету этого так давайте выход из windows логов о офигеть я обожаю это оба это такой балдеж я не могу а почему на первом запуске это нет это же было бы круто намного кстати а я знаю что звук microsoft во всех windows это звук запуска windows 95 а здесь это здесь какие-то темы звуковые есть интересно тут пресеты есть смотрите а да я же я же галочку поставил до офигеть так аудио soundboster 16 да это наша звуковуха так ага это это только подождите как как нам боже какая же мышка а бесит прям непривычно знаете одновременно знакома потому что реально знакома двигается мышка а его я а здесь все крутые first boot а это которая с windows 95 а ну тут не поспоришь очень даже красиво на самом деле очень очень стилёво я хочу о да вот это это так красиво ладно нет нам надо что-то с этим делать 16 цветов разрешение поменять мы не можем а в интернет выйти мы можем давайте 7d я моё это же нужно открывать мс-дос мс-дос ping google.com работает а че только один так ладно это нам мало что даст интернет explorer может нам повезет и мы сможем прямо отсюда поставить дрова на воду далее не надо мне учетную запись интернета дайте мне уже зайти в интернет давай google.com а определение на да ну нафиг ой это что за ешь интересно 6 это 5 это 5.5 блин кстати нам бы наверно обновиться я бы хотел 6 или 7 ежа на миллениум так у нас три с половиной гига свободно этого нам очень даже хватит а воду 3000 график драйвер пожалуйста не выдай что ты не можешь прогрузить есть вау как удобно пожалуйста давай нет это архив . он не загрузит его блин а ты вообще что-то умеешь загружать так ftp мазила . ворок по моему блин а хотя чё подождите-ка блин я все сломал это было зря так это же миллениум контур shift escape давай а как а где диспетчер что закройся да тут же диспетчер да блин а закройся давай закрыть 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 да иди тут же будет тут же есть диспетчер я знаю как его вызвать хорошо вот все супер так google.com давай есть так ftp mozilla firefox не надо мне автозаполнения все в типе он за вот это да вы угораете серьезно для этого 6 еж нужен microsoft microsoft edge ой какой интернет-эксплорер 6 download так софтоник ты загрузишься интересно нет ода pps . com ода version . com да ну нафиг она работает так давайте ка с божьей помощью да ё-моё графикс жалко тут драйверов нет так нам бы mozilla я хочу прямо отсюда скачать где mozilla network не не на туркинг наверно мультимедия интернет мазил фарфокс пожалуйста про грузись есть можно спасибо этим давай второй до доноут ну же ты сможешь но ноут есть получилось сохранить так мы вышли в интернет меня это радует спасибо старым протоколом и старым всяким этим движкам out version что она работает гляньте у нас даже скорость 80 килобайт секунду это прям это прям выживание чё у нас вообще по по компонентам порты мышь сетевые платы у нас тут реалтеки всякие да я очень рад что у меня интернет с первого раза звелся ой вот это я зря щас я терпеть не мог когда я случайно открывал справку на своем старом компе потому что у меня тогда комп начинал зависать и лагать очень сильно но тут же кстати можно как-то открыть диспетчер задач я знаю наверно через контр вальд элит я думаю блин интернет шашки я помню я в них рубился же сервера то закрыли уже давно эх-эх кстати справка у меня по итогу не открылась погнали ой стойте 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 дай блин f2 exe есть со вторым фаерфоксом можно будет уже нормально жить это меня радует это же не выдаешь ошибку фух так я уж подумал что второй фаерфокс может не пойти на windows миллионем так а мы сейчас с фаерфокса будем искать еще один фаерфокс вау какая красивая иконка у фаерфокса блин капец я кстати фаерфокс называл не фаерфокса мама зилой просто массивой так не надо нам ничего импортировать о да какая же мышка плавная балдеж и это я только браузер открыл ой 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 о давай перманентно давай принимаем сертификат да давай по умолчанию закрыть ой мне кажется я наоборот нажал уведомить так ой да да давай ок он 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 открыл страницу фаерфокса серьезно мне кажется это показатель того что у нас с интернетом теперь все четенько будет так но мне бы начать писать google.com а раскладка у меня отображается та же самая last mozilla firefox for windows ме сейчас напишет наверно ага окей все галочку не ставим а серьезно 2 давайте тогда best best браузер for windows ме актуальная однако у меня запросы в гугле ну да ясно ладно давайте будем не будем останавливаться на вуду 3000 графикс драйвер windows ме а ну ладно а я по а я понял кстати а еще если так попробовать она вот так вот а чтите пи да она работает только я что-то что-то а вот htm есть пофиг ты все равно работаешь так воду как все понятно ну шо воду 3 получается ага а да я же отсюда качал да 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 пожалуйста скачи 7 zip вы угораете вы мне скачали 7 zip архив так ну ладно но 7 тире 7 тире zip точка орг у нас заработает без каких-либо нареканий это вообще без вопросов а да тут же надо тут надо http и двоеточие слеж слеж 7 zip точка орг там сайт и так в принципе без дизайна какого-либо а ясно наконец-то родненький 7 zip давай а вы издеваетесь итак я наконец-то поставил 7 zip оказывается надо было просто скачать другую версию и самая популярная и рекомендуемая версия на сайте почему-то бита я не знаю кто кто-то делает вообще я распаковал архив так у нас тут какой-то то есть сетап ой щас наверное инсталлятор на весь экран будет да легенда ага сначала драйвер окей драйвера вин 98 давай сетуп не понял сейчас что так чего не понял уже установлен и что мне делать с этой информацией собственно так в общем то я скачал еще один драйвер и здесь похоже на то что мы сможем уже даже нормально проинсталлировать блин тут в таких элементарных вещах нету колесико мыши а блин я в винраре это все открыл закройся ай-яй-яй что это окей так 3d fx воду 3 7 zip open архив все наконец-то фух все кстати 7 zip на винрар очень сильно похоже да да для всех все сетап ой это ай-сетап а ладно видимо разницы нет сейчас будет опять инсталляторов полный экран да а нет next 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 наконец-то кстати странно почему вода до сих пор ну да что что я сделал а что произошло мне выдалась ошибка что установка драйвера была отменена потом не вырезал что установка драйвера была успешна а потом у меня вы сменились на те которые общество в самом начале но потом их поменял а ладно самым офигенном сценарии у нас сейчас запустится система с уже хайкалором этого не произошло макуа макуа дари и еще 17 это там по моему ой 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 закройся свойства чудо не свершилось на каком основании то есть все установилась кроме драйвера да ага установка драйвера у нас и не началась по ходу ладно давайте обычный сетап тут есть папка есть файл инсталл не особо понятно что тут надо ну давайте еще раз next next install все вообще ничего не трогаю все даже не смотрю на монитор да что такое ок cancel закройся все супер воин стал чего что ясно меня меня не о чем не спросили хорошо тогда имеется единственный вариант это поставить а стоп а как я поставлю его вручную это же тут же нельзя так делать а что то я вообще не понял прикол а что мне собственно делать как разница отмена все вау а у меня мышка отвалилась у меня мышка отвалил а что что я буду делать у меня мышка отвалилась драйвер 9x что тут так сетап инсталл вау что уже да ё-моё как мне у меня альтап не работает что мне сейчас делать а мышка а мышка у меня почему не работает альтентер он рутап отлично у меня отвалилась мышь на каком основании эй о так сейчас обновить ладно нет не обновить да ё-моё свойства мне надо свойства он рутап обновить далее что что это было какой-то а нифига у меня же у меня же сидюшник с миллиниумом еще включен ну да уже установлен вы уверены в своем заявлении вы прям уверены прям на сто процентов и что я буду делать без мышки ладно давайте еще раз ребутнемся кажется я начал чувствовать тепло windows миллиниума если сейчас у нас мышка не заработает я психану она проверка сходу давай запускайся заработала то есть надо было всего лишь перезагрузиться нормально конечно ты не можешь запустить 3d fx потому что он не установился что он из папки дата ага видимо как раз таки драйвера а почему аборт это ё-моё сетап ну можете какое-то совместе а я кажется понял почему отмена 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 драйвер все давай может это из-за русской папки давай если это не заработает мне придется менять видюху давай next next install копия да что ты задолбал блин итак я поменял видеоху на эстер трио 64 и у меня миллиниум сам по себе поставил драйверу и сейчас мы походу увидим прозрачный нет не прозрачный радужный короче переливающийся цвет тру калориями виду и то есть с воду миллиниум не дружит а с и стритрио да пожалуйста а я уже вижу о ой 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 у меня что-то эти обои глаза режут ой 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 как неприятно глазам офигеть у нас поменялось да у нас оформление поменялось ой ой о какой же это расслабление что с ладно блин а мне теперь надо как-то продеинсталлировать этот 3dfx у нас все таки нет не 3dfx уже до удалить до что ну ишь смысле то есть здесь она отображается но удалить я его не могу что-то такое вау круто и чем не летели каждый раз при запуске буду видеть ошибку окей допустим ладно ничего нам по итогу из этого не пригодилось свойства мы наконец-то можем поставить большое разрешение вот такое а стоп нет стоп подождите 32 бита ага а такое вообще никак то есть у нас только 16 бит окей да так эффекты да да применить оформление о легендарное оформление шторм хаки тыква слива сванец баклажан вроде какая-то крутая о красно-бело-синяя прикольно так а еще прикольная в самом начале тема стоп а почему они одноцветные подождите ка в двухтысячные же два цвета везде нет учить тут тема не прикольно почему-то ну ладно так ладно на этом пока что все потому что запись уже длится больше часа а это слишком много времени для youtube ролика поэтому если выйдет еще одна часть а она скорее всего может быть даже выйдет поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал желаю всем удачи и до скорой встречи я сейчас вот так вот красиво закончу все всем пока